В ночь на субботу на острове Краснофлотский в Архангельске сошел со свай 12-ти квартирный деревянный дом. Прибывшие на место спасатели эвакуировали жильцов, среди них 18 несовершеннолетних. После обследования здания отключили от коммуникации. Сейчас решается вопрос о проведении ремонта фундамента дома. Нам сказали, что в 1938 году у нас сваи менять будут. В 1938. Вот почему я говорю? А сейчас 17-й. Так это если уже пошел, где мы жить будем? Все подробности ЧП в понедельник в информационной программе «Автограф дня». В Архангельске приостановлена работа транспортной переправы на остров Бревенник. Ее повредил сухогруз, который проходил по судоходному руслу в фарватеры Северной Двины. Пешеходная ледовая переправа между поселком 14-го лесозавода и Маймаксанским лесным портом работает в штатном режиме. В Архангельской области нашли самый большой алмаз в Европе. Кристалл весом более 181 карата добыли на месторождение имени Гриба. Вообще, в прошлом веке в России было добыто 5 алмазов, вес которых превышает 180 карат. Большинство из них в Якутии. Алмазоносная трубка имени Гриба занимает первое место по запасам алмазов в Европе. В Северодвинском суде началось рассмотрение беспрецедентного для города дела. Врач подала в суд на своего пациента. За слово «деградация» Светлана Фисько требует компенсацию 100 тысяч рублей. Ответчик Станислав Кожевников написал жалобу на имя главврача Первой горбольницы, что на приеме очень холодно. Мужчина считает, именно врач общей практики Фисько не только недосмотрела за температурой, но и прописала лекарство, которое, по мнению Кожевникова, пагубно влияет на его здоровье. Ответчик считает, в жалобе не оскорблял медика. Это всего лишь оценочное суждение. По словам юристов, необходимо назначить лингвистическую экспертизу. Само по себе слово «деградация» нужно рассматривать конкретно в контексте, в котором оно было произнесено. Если оно было направлено конкретно на личность человека, тогда, возможно, суд примет решение о компенсации морального вреда. Истец Светлана Фисько в суд не пришла. Заседание перенесено на 11 апреля. В Котласе жители дома 124 по улице Володарского отметили восьмилетие борьбы с чиновниками за новую электропроводку. Они уже прошли этап жалоб и проверок. Имеют на руках официальное заключение, что электросети в доме находятся в ненадлежащем состоянии. Есть по этому поводу и решение суда. Суд подал. Туда-сюда вроде судился, вроде выиграл я. И там на суде сидит женщина с электросетях. Да мы вам 10 минут все сделаем по напряжению. У нас по напряжению 178. Однако ни наличие обязывающих документов, ни реальная пожарная опасность, которой постоянно подвергаются жители старого деревянного дома, не подвигают управляющей компании к действиям. Сначала был жилфонд, потом жилфонд плюс. Сейчас уже перспектива новая какая-то компания, а начальник остался тот же. А где же наши деньги, которые мы перечисляем этим компаниям? То есть они как-то остаются там, потом они никуда не переходят. Пожалуй, в дело пора вмешаться прокуратуре или государственной жилищной инспекции. Ведь ситуация, напомню, усугубляется на протяжении 8 лет. Во всех школах Новодвинска отметили очередную годовщину вывода советских войск из Афганистана. В знак уважения к ветеранам боевых действий и тем, кто погиб, прошел концерт под названием «Память сильнее времени». Такое мероприятие, которое проводится у нас в школах, посвященное воинам-интернационалистам, оно, по-моему, единственное мероприятие в нашем городе, которое проходит в Архангельской области. Это молодое поколение, которое видит, что есть такие даты в истории нашей страны, что была такая афганская война, что она была самая продолжительная. Это герои. Это не то, что показывают в кинематографе, то есть какие-то там супермены, Человеки-пауки. Это настоящие герои. Они спасают мир от зла. Я сам не знаю этого, но эти композиции, которые мы готовим с Ириной Вячеславной, они помогают осознать, насколько это страшно. Председатель Новодвинского отделения Российский союз ветеранов вручил благодарности всем школам города за вклад в патриотическое воспитание современной молодежи.